можно сколь угодно спорить о том нужно ли покупать машину в кризис но факт остается фактом цены на вторичке поползли вниз и больше других готова подвинуться перекупы продажи встали клиентов нет поэтому интересных предложений сейчас на рынке хоть отбавляй а значит в дело вступаем исследователи бывших и сегодня под наш каток экспертного мнения попал лифтбэк skoda rapid наш rapid мы взяли в автомама автомам это розничная сеть автомобилей с пробегом где каждая машина проходит тщательную проверку и диагностику ссылка на сайт автомама в описании к этому ролику в автомама можно купить автомобиль с гарантией и получить честную информацию о его состоянии а я вам честно расскажу какой rapid выбрать если вы нацелены на покупку именно этой модели даже удивительно что этот автомобиль не стал супер хитом нашего рынка хотя кузов лифтбэк вроде бы просто мечта смотрится как седан а в плане практичности но почти универсал в россию rapid пришел аккурат перед кризисом в 14 году и просто не успела раскрутиться и очень жаль потому что модель вышла неплохой самый большой минус по кузову это двери в них может скапливаться вода много воды так что дренажное отверстие надо периодически прочищать иначе рано или поздно двери начнут гнить сейчас претензий по поводу ржавчины вроде бы не возникает но под других шкод постарше подсказывает что со временем краска будет слезать пластами кстати о краске если автомобиль белого или желтого цвета есть вероятность что он работал ну правильно в такси а значит при проверке таких авто надо быть очень внимательным весьма популярный вариант очистить историю выглядит так в объявлении указывается вин точно такой же машины возможно такого же цвета но из-под частника когда дело доходит до покупки или осмотра клиент вряд ли будет сверять вин на машине с вином в объявлении поэтому товарищ будь бдителен во время осмотра машины перепроверяя еще раз птс стс вин и пробивая их по всем базам угоняют рапиды вроде бы не часто шанс потерять пола солярис или рио куда выше и это конечно большой плюс шкоды второй важный плюс цены начинать поиски можно имея 400 тысяч рублей да есть риск напороться на убитый редван но факт остается фактом доступные машины есть их много переходим к внутрянке салоном пока все хорошо а дальше посмотрим опять же другие шкоды стареют пристойно и вряд ли рапид будет исключением правда в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла у них тонкая ткань которая быстро растягивается и обрастает зацепками у топовых вариантов другая беда чем дороже стоит мультимедийка тем больше шансов что она начнет глючить неприятно но не смертельно по электрике гибельных отказов тоже быть не должно и только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно через 70 80 тысяч километров пробега щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис а экономный разберет половину машины и вынет старый иногда хватает попросту чистки и смазки хотя зачастую виск появляется из-за износившихся щеток электромотора отсюда вывод хотите продлить жизнь движочку почаще меняйте салонный фильтр с другими движками уже внутреннего сгорания российский офис шкода как обычно наделал делов потому что надо было дать один единственный 1.6 а не разводить огород из кучи версии как вам например трехцилиндровая атмосферная тройка вот скажите кому она нужна хотя если пройтись по сайтам объявлений можно найти добрую сотню таких машин с другой стороны тому кто понял жизнь и больше не спешит этих 75 сил наверняка хватит за глаза в принципе алюминиевый моторчик неплох четверть миллиона км отходить должен но все портит изящные и непредсказуемый цепь который трудится в приводе газораспределительного механизма она может растянуться уже по достижению 100 тысяч километров а то и раньше поэтому состояние привода нужно проверять регулярно а ко всем звукам доносящимся из-под капота нужно прислушиваться очень чутко не уследишь и поршни встретятся с клапанами а уж проблем поменьше тройка вообще готова подкинуть целую гору например она не любит сибирские холода если такие еще где-то бывают в мороз может не завестись потому что заливает свечи другая свечная болезнь они быстро зарастают нагаром от этого через время выбивает катушки зажигания в общем не шкода а какие-то жигули в семнадцатом году от трех цилиндров отказались и слава богу теперь переходим к самому популярному движку атмосферному 16 точнее их даже два до лета 15 года ставилась серия я 111 а потом появилась поколение я 211 отличить один мотор от другого легче у трех единиц пластиковая накладка к сожалению в нашем случае она отсутствует накрывает только часть клапан и крышки здесь как раз располагаются катушки зажигания а выпускной коллектор он располагается спереди тогда как у свежего мотора весь верх закрыт пластиковым коробом воздуха на а выпускной коллектор находится позади блока цилиндров так что ошибиться почти нереально но какой мотор выбрать да разразится же буря комментов под этим видео ибо адептов обеих конструкций одинаково много но объективно дело обстоит примерно так бытует мнение что старая версия мотора не очень подходит для наших югов якобы залитая родное масло слишком жидкой и некоторые пары трения работают но практически на сухую в список известных слабых мест также отнесем трескающиеся выпускные коллекторы а также нежную систему зажигания зато есть огромный плюс крепкий цепной привод газораспределительного механизма хотя опять же как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные если экономить на масляном сервисе привод убьется очень быстро вдобавок он не любит рваной езды у свежего мотора стоит ремень вместо цепи и менять его умная сервисная книжка рекомендуют через каждые 120 тысяч километров но это не главное главное что конкретно рапиду сразу досталась нормальная версия этого движка то есть без детских болезней вроде неправильных поршней а то ведь на форумах всякого понапишут на самом деле свежий 211 вариант нормальный пускай более сложный вот пример как тебе механизм регулировки фаз на впуске значит со временем придется раскошелиться на муфты а что ты скажешь по поводу двух термостатов против одного а еще взять например те же гидрокомпенсаторы значит через 120 тысяч километров они могут зацокать ну естественно еще будут плавать обороты двигателя но это обычно решается прочисткой форсунок и дросселя а теперь сектор turbo на барабане skoda не была бы skoda и без ваговского 1.4 tsi их тоже 2 до мая пятнадцатого года стоял вариант отдачи 122 силы и с цепным приводом газораспределительного механизма а потом пошел чуть более мощный ременный вариант с обоими моторами проблем быть не должно бывает конечно закиснут тяги актуатора турбины их надо пытаться разработать если поможет хорошо а если нет придется покупать новый актуатор так что turbo можно брать смело но при двух условиях первое бензин лучше лить не 95 а качественный 98 и второе масло нужно покупать только самое лучшее а заодно и сократить межсервисные интервалы до семи с половиной тысяч километров сам же знаешь непосредственный впрыск и современный турбонаддув ошибок не прощают так что если есть желание ездить долго и счастливо лучше брать атмосферник мощности меньше а надежности больше к турбомотору полагается сухой семиступенчатый преселектив да не какой-нибудь а печально известный дак ю 200 наверно только наши внуки не будут вздрагивать от аббревиатуры дсг но мы это еще помним как эти коробки отправлялись на капремонт через 50 60 тысяч километров правда в 12 и 14 годах прошли очень толковые ревизии да роботы не стали такими скорострельными но живут теперь подольше но насколько мехатроник и сцепление живут под 150 тысяч километров остальные стальные потроха или говоря правильным языком редукторная часть по 300 тысяч километров но в семнадцатом году всплыл очередной косяк желая сэкономить корпус мехатроника изначально сделали слишком изящным как результат в нем стали появляться трещины но ничего особенного немцы не стали делать просто в очередной раз переписали программу управления а всем жалобщиком сделали капремонт коробок а вот у моторов 1.6 никаких новомодных преселективов а старый добрый автомат от айзин ворнер для собственного спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник но вообще достаточно просто регулярные смены масла регулярный это каждые 60 80 тысяч километров хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры и еще в шестнадцатом году в блок управления начали лить очередную свежую прошивку но она оказалась неудачной так что если вдруг автомат зависнет на второй передаче не паникуй вполне возможно что дело закончится лишь перезаливкой софта в остальном без сюрпризов и если ты давно мечтал об автомате но боялся налететь на дорогой ремонт двухпедальный rapid самое то чтобы попробовать а вот к обычной механике претензий даже больше скажем синхронизаторы изнашиваются быстрее чем того ожидаешь а уж если машину продает уличный гонщик убивал то тачку он а подшипник дифференциала провернет уже при тебе ну или скажем прихватит сателлита а эта штука пострашнее фауста гёте на механике рычаг коробки передач сделан из очень дешевых материалов поэтому затирался даже на почти что новых автомобилях поэтому определять пробег по этой детали тут точно нельзя но если передача переключается как-то нечетко как будто через вату это есть верный признак того что перед вами очень заезженная машина то есть например бывшего такси едем дальше хочешь прикол передняя подвеска здесь от старой фабии а задняя от уже позапрошлой skoda octavia поэтому сзади колея на 4 сантиметра шире чем спереди сам понимаешь если ехать по колея от газ 66 это проблема шутка на самом деле никаких проблем просто вот такая особенность из того что реально может не понравится отметим жесткость ходовой так что по езде покатайся может быть захочется машину помягче а вот с точки зрения надежности подвески вопросов почти нет почти потому что амортизаторы могли бы работать дольше а так хорошо если 100 тысяч километров отходят но вот вроде бы и все то есть совсем уж провальных моментов по ходовой инженеры не допустили правда был один забавный косячок при сборке первые полтора года после начала выпуска модели инженеры skoda сбились искать что же там так гаденько поскрипывает со стороны передней подвески при том скрипит только зимой но очень гаденько оказалось всего лишь втулки стабилизатора поперечной устойчивости просто на конвейере изначально закладывали слишком мало смазки и вдобавок ее вымывала реагентами потом смазки стали класть больше ну и к тому же заменили само сырье по устоявшейся традиции переходим на рулевое и не просто переходим а сразу будем хвалить здесь неожиданно стоит электрогидравлический усилитель руля а мы-то помним как электроусилок изводил народ на полоседанах постоянными сбоями и кстати если рейка начнет стучать а это обычно впервые происходит зимой не надо бежать искать новую подтяжки вполне может хватить на долгий срок пора подвести итог если коротко то брать rapid можно и даже нужно с турбомотором и преселективом риск будет больше а цена ошибки выше от варианта 1 и 2 мы бы советовали отказаться согласись 75 сил это не серьезно ну и потом за редким исключением трехцилиндровые шкоды обычно брали не пенсионеры а таксопарки а мы-то знаем какие пробеги машина с шашечками накатывают за год-два а вот 1 и 6 это хорошо по большому секрету скажем что в каждом семействе 90 и 105 или же 90 и 110 сильные версии по железу ничем не отличаются только по прошивке а значит смело можно брать младший вариант лить софт от более мощной версии и радоваться копеечной ставки транспортного налога и только выбор между цепным ременным двигателями вопрос посложнее особенно если нужна пятилетка на которых встречаются и такие такие про коробки мы сказали яснее некуда преселектив стал крепче но не идеален а вот автомат даже лучше механики и еще один бесплатный совет гнаться за рестайлинговой машиной нет никакого смысла обновление семнадцатого года принесло по большому счету только другие бамперы ну и плюс боковые поворотники переехали на зеркала опять же решение спорное на передних крыльях меньше шансов их расколоть но что уговорили признаться по многим моментам этот чех калужской сборки обходит рио и солярис и он пожалуй даже лучше чем родственный volkswagen полоседан угоняют рапиды реже запчасти стоят столько же а кузов здесь попрактичнее но чудес тоже не жди ведь это бюджетник а значит у него будет затираться лобовое стекло облизать ненастоящий хром ну или поскрипывать детали интерьера как говорится цель ави напоминаю что конкретно этот рапид а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в автомама ссылка на сайт автомама в описании к этому ролику всем пока читайте в майском выпуске журнала за рулем встречаем день победы с редкими военными грузовиками зис-6 и газ 3а веста рио или все-таки пола выбираем недорогой седан с автоматической трансмиссии киа мохаб большой рамник теперь не узнать дорог ли в содержании обновленный хенды solaris skoda karok или kia seltos а может все-таки nissan qashqai турбомоторы глушить сразу или дать им остыть а какое масло лучше заливать в турбомотор и почему 92 бензин вместо 95 можно ли сэкономить большой тест видеорегистраторы три в одном выбираем б.у. lada largus kia sorento и mazda 3 парк zr чем нас удивил хвл f7 это и многое другое читайте в майском выпуске журнала за рулем а